Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Судей. И сегодня мы будем читать пятую главу, в которой содержится победная песнь Деворы и Варака. Это торжествующая ода, один из шедевров древней еврейской литературы. И без сомнения она была составлена под непосредственным впечатлением от самого события. И так как это поэтический текст, я сегодня буду читать книгу Судей не по синодальному переводу, а я взял подстрочный перевод с еврейского, чтобы каждую деталь этой песни воспроизвести более достоверно. «И воспела Девора, и Барак, сын Авеноама, в тот день говоря, когда проломы есть в Израиле, то тогда доброволит народ благословите Господа». О чем это? Имеется в виду, когда еврейский народ распущен от упадка нравов или от бессилия, и распущенность всеобщая становится, то доброволит народ. Что значит доброволит народ? Если в народе находятся добровольцы, вершит дело ратное, такое носит неестественный, а божественный характер. И потому благословите Господа, ведь от его руки это. То есть, казалось бы, народ развращен, народ потерял силу воли, и он как бы не способен уже восстать, воспрянуть, возродиться, но Господь делает так, что появляются люди доброй воли, добровольцы, как их называют у нас, и за это надо благословлять Господа. Третий стих и далее. «Услышьте, цари, послушайте, вельможи, я Господу, я воспою песнь, возглашу Господу Богу Израиля, Господи, при Твоем выходе из Сейра, при Твоем вступлении с поля Эдома, земля содрогалась, так же и небеса каплями изливались, так же и облака изливали каплями воды». Вот это выражение «каплями изливались», «изливали каплями воды» — это как будто небо плачет, и изливаются эти капли, как слезы на землю. Это, может быть, слезы умиления, что Господь наконец-то вмешался в ситуацию. «Горы растекались пред Господом, это Синай пред Господом, Богом Израиля». Вот, похоже, Давид эту тему берет из книги «Судей», которая написана была намного раньше, чем псалмы Давида. Помните у Давида, когда ты сходишь, то горы тают, как тает воск от лица огня. А здесь горы растекались пред Господом, это Синай пред Господом, Богом Израиля, то есть даже Синай как бы растекается пред Господом. «В те дни Шамгара, сын Аната, не стало в дни Иоэли, не стало караванов и своими путями ходившие, ходили окольными тропами, не стало открытых селений в Израиле, не стало, пока я не встала, Девора, я не встала, мать Израиля». Здесь мы видим, что эта речь ведется от Деворы. Она описывает, что все в смятении, все в страхе, пока не встала Девора, то есть не начала действовать. То есть она говорит, пока я не встала, мать в Израиле, она называет себя матерью. Действительно, правитель над своим народом, это как отец, а если это правительница, то она как любящая мать. «Избрал Бог новых, чтобы тогда битву вести во вратах, а будет ли виден щит и копье среди сорока тысяч в Израиле». То есть для введения победной войны нужны новые силы, должны включаться новые, молодые поколения, чтобы вести битву во вратах. Отдалеть чужую армию — это одолеть ворота и города. Не в том смысле, что через ворота входят в город, а в том смысле, что одолевается их вера, их суды, их одолевает вера Божия и суды Господни, потому что врата — это место, где судьи. Это все равно, что захват Рейстага. Казалось бы, вот почему была битва за Рейстаг? Это было символическое действие. Гитлер-то не находился в Рейстаге. Так и здесь. А одолеть врата города — это значит, как бы окончательно захватить его, не спровергнуть их суды. «Сердце мое к законникам Израиля, доброволевшим в народе, благословите Господа». То есть сердце Деворы к тем, которые любят закон Божий. Они называются здесь законниками, теми, которые добровольцы в народе, они знают волю Бога, когда можно разбрасывать камни, когда надо их собирать, время мира, когда и когда время войне. Они это знают. «Ездящие верхом на белых ослицах, выседающие в суде и идущие по дороге, молвите». Здесь мы видим, что евреи, они не пользовались, в общем-то, конями до времен царя Соломона. О царе Соломоне сказано, что он завел коней, поэтому самым шикарным средством передвижения — это белые ослицы. Белые ослицы. Поэтому сказано об этих законниках, ездящие верхом на белых ослицах, выседающие в суде, то есть законники, которые знают, как судить, и идущие по дороге, то есть стезю закона они не оставляют, молвите, молвите, то есть не молчите. Даже в цари, когда поставляли, человека сажали на ослицу, это мы видим в случае с царем Соломоном, Шломо. «От гласа бряцающих меж черпалин там воздадут за милости Господа милости в открытом селении его в Израиле, тогда спустились они к вородам народ Господний». То есть собираются люди для того, чтобы идти на войну. И далее. «Воспрянь, воспрянь, Девора, воспрянь, воспрянь из реки песнь, встань, барак, и бери свою добычу военную, сын Авинаама, тогда покорил уцелевший могучий народ, Господь покорил мне героев». Здесь говорится о том, что победа была над могучим народом, каждый их воин был как герой, как богатырь, как витязь. «Из Ефраима, искоренявшие Амалика, за тобою Беньямин, то есть Беньямин, в народах твоих из Махира сошли законники, то есть собираются люди, знающие закон, знающие, когда надо осуществлять мир, когда надо идти на войну. «Из Завулона, владеющие жезлом песца», то есть люди грамотные, образованные. И предводители в Иссахаре с Деворой и Иссахар также с бараком, то есть эти люди советуются с Деворой, они советуются с бараком, «В долину послан пешим при расколах Реувена, великие сокрушения сердечные». А здесь говорится, он послал их со всяким своим поручением собирать народ и доставлять все необходимое на войне. Поэтому «В долину послан пешим» это гонец, который несет весть о том, что мы все сходимся на войну при расколах Реувена, но при расколах сердца Реувена, великие ухищрения сердца, что представляла собой его хитрость, он сидел меж загонов битвы, чтобы слышать, кто победит и быть на его стороне, то есть мог быть страх у кого-то выждать, кто победит и тогда присоединиться к победителю. И как бы обличение таковых «Отчего ты сидел меж загонов, слушая свисты отар при расколах Реувена, великие сердечные поиски», то есть при сомнениях, при испугах сердечных Реувена, Гелаат за Иорданом обитает, Идан, отчего поживает он на судах, то есть почему не присоединяются сразу к войне все, поселился на морском побережье и у брежей его обитает. Завулун, народ, рисковавший своей жизнью смертельно и на втали на высотах поля пришли цари, воевали, тогда воевали цари Канаана, то есть пришли цари враждебные, цари Канаана, то есть Ханаана, в Тайнахе при водах Мегидо, воды Мегидо, это таинственные воды, корыстного серебра не брали, то есть они не хотят ограничиваться серебром, им нужно золото, им нужна кровь врагов, сердца врагов, вот так агрессивно были настроены язычники и далее с неба воевали, то есть война шла не только на земле, но и на небе, с неба ангелы воевали за народ Божий, звезды со своих путей воевали сесарой, то есть расположение звезд было враждебно для сесары, поток гешон их унес, поток стародавний, поток гешон, звезды, звездные воинства это ангелы, ангелы были глубоко враждебные сесарии, попирай душа моя мощь, попирай душа моя ногами своими, попирай мощь героев Канаана, то есть одолевая этих врагов, да, эти язычники, они все герои, они воины, может быть, самых юных лет, но надо их попирать, тогда отбивали пятый конские от скачек скачек его могучих, то есть враг могуч, и кони как бы отбивают свои пятки, так звонко раздается звук от их копыт, проклините Мероз, одни подразумевают под этом звезду, а другие великого мужа, который находился неподалеку от поля боя, но не пришел, поэтому сказано проклините Мероз, то есть дезертира, сказал посланец Господний, посланец Господний, это может быть и ангел, ангел, проклините, проклините его населяющих, то есть живущих рядом с ним, или речь идет о городе с таким названием, ибо они не пришли в помощь Господу, в помощь Господу со своими героями, вот здесь героями называются как враги Израиля, так и сами израилетяне, которые воюют, то есть противник был сильный, мощный, там было много героев, витязей, но небеса вступили в эту борьбу, эта песня продолжается «Благословена женами будь Иаэль» Иаэль – это та, которая убивает Сесару, «жена Хевера», «кни женами в шатре будь благословена», «воды» он попросил, Сесара попросил воды, «молока дала» и смотрите дальше такой поэтический образ, «в чаше мощных поднесла на сливки», то есть он попросил воды, она предлагает молоко, отдает сливки, сливки, мы просто раз об этом говорили, «руку свою колу протянула и десницу свою, чтобы ударить натруженными, то есть натруженными руками, то есть она не была избалованная, она трудилась, поэтому она смогла нанести удар и нанесла удар Сесаре, осоднила его голову и ранила и пронзила его висок». Есть такая точка зрения, это старинное предание, что в ней не хватило сил, то есть она понимала, что в ней не хватит сил, даже если она ударит молотом по колушку, которую она приставила к виску Сесары, и произошло чудо, этот колушек сам вонзается и до земли в висок Сесаре, меж ног ее встал на колени, то есть в смертной агонии, меж ног ее встал на колени, обычно меж ног женщины рождаются, а тут погибает, умирает человек, пал, лег, меж ног ее стал на колени, пал, где стал на колени, там пал сраженный, в окно выглядывала, причитала мать Сесары, то есть, а мать-то его ждет Сесару, в оконце, то есть, она сидит у окна, ждет, почему медлит его колесница с приходом, почему запоздали стопы его колесниц, мудрейшие из ее княгинь отвечали ей, то есть, у Сесары было много жен, и также она отзывалась на ею сказанное, ведь они найдут, разделят добычу, то есть, жены Сесары говорят, наверное, они сейчас там делят трофеи, они приедут все богатые, конечно, они одолеют этих евреев, ведь они найдут, разделят добычу лона, два лона на голову мужчины, добыча из разноцветного для Сесары, добыча из разноцветного с шитьем, цветное, с двойным шитьем на шее, добычи, вот о чем это здесь, но женщины ждут то, что им интересно, их мало интересует золото, серебро, их интересуют разноцветные одежды, шитьем, цветное, с двойным шитьем, с двойным шитьем, это значит шитье с одной стороны и нету подлицовки, то есть там тоже шитье с другой стороны, настолько искусные они ожидают трофеи. Так пропадут все враги твои, Господи, оканчивается эта песня, а его любящие будут, как на восходе солнца, в его могуществе, то есть враги пропадают во мрак, а любящие Бога будут, как на восходе солнца, в его могуществе, когда огромное солнце поднимается и весь мрак рассеивается, и в тиши пребывала земля сорок лет. Вот это пятая глава, сегодня мы использовали не синодальный текст, а подстрочник на русском языке с еврейского, чтобы не пропустить ни одной темы, ни одного слова из этой песни, песни Девора и Фарака. Это действительно удивительная песня, и мы видим, что аллюзии, связанные с ней, они встречаются и в псалмах Давида, и в некоторых пророческих текстах. Итак, сегодня мы отчитали пятую главу книги Судей, и если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать шестую главу книги Судей. Судей.